Оооооооооооооооооооооо... Музыка 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 Ваем Владимир и Юрий Красолиев! Как мне? Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. В нашей студии мы сегодня придумали готовить интересное блюдо. У нас есть сыровешник. Есть. Есть. Это кто из вас? А вот, кстати, три попытки у всех. Ребята, а вы как думаете? Это Юрий. Это Владимир. А вы как думаете? Кто из них? Мне кажется, это Юрий. Юрий, Юрий. Молодцы. Юрий, 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 Юрий. Молодцы. Вот перед вами сыровешник и электролит. И мы будем готовить сегодня сыровешки. Вкусные грибочки. Ну, чтобы вам было весело сегодня. Вы можете, у нас сладкие есть. Вы можете пользоваться, кушать, чтобы было весело. А мы начнем. Начнем, да. Вы готовить сами любите? Честно, по настроению. Вот по настроению. Потому что вот когда мама иной раз говорит, иди приготовь мне что-то, вот тут сразу же ничего не хочется. А вот когда навеяло, вот тогда и салатики, и мясо люблю готовить. Единственное, что я не умею, готовить рыбу. Ни в каком виде. А так супчик могу сварить, и мясо, и котлетки. Я очень люблю. Ну, вот к нам приходите, мы вас научим, нас здесь все умеют. А вы? Рыбу научите готовить. Я не могу сказать, что я люблю, но я умею. Ну, во-первых, яичница 150 вариантов, картошка 150 вариантов. Ну, мясо, конечно. А любимое плюда у вас есть? Я люблю мясо. Понятно. Но у нас чуть-чуть сегодня будет мясо, мастеринная лечена. И мы сегодня готовим. Приступаем. Что мы делаем? Нам нужно наделить на терке сыр. Наделить на терке яйца. Яйца мы сначала нужно почистить. И нам нужно мелко-мелко порезать ветчину или тоже наделить на терке. Вот, начинаем, приступаем, все вместе делаем. А получится у нас сыровешки или мухоморчики? А вы в школе, когда ездили на съемки, за вами смеялись? Почему это? За что? Наоборот, не, ну, получилось просто очень интересно, что мы уехали, когда на съемки. Это было... Мы учились в шестом классе. Мы учились в шестом классе. Нет, никто на нас как-то так над нами не смеялись. Наоборот, мне кажется, было даже... Ну, там даже, вы представляете, раньше вообще был в школах такой, так называемый, дресс-клоп, потому что надо было прическу иметь специальную, там, ухоженную и так далее. И это в кино только показывает, а так с клубами, такими, как в строительстве электроника, в школу нельзя было ходить. Ну да. И когда нас утвердили уже на эти роли, прямо из большого администра в школу пришел письмо, что просили разрешить нам не стыдься их получить эти такие... У нас волосы, это наши были, настоящие дамы всегда интересуются. И кучерявые они же были. Единственное, мы были крашеные. Наши одноклассники все привыкли, что мы... Ну вот мы брюнет, мы туда-то стояли. А тут мы появились, конечно, в облажении. Вот это было, пожалуй, самое для них смешное. Как вас на съемках размечали? Ну, во-первых, видите, да, там в фильме, и сейчас обычно, когда тоже гадают, кто Сыроежкин, кто Электроник, говорят, о, родинка у Сыроежкина. Но в фильме-то у обоих были родинки. И мне рисовали ее. Ну и, честно говоря, и отвечали вот по отсутствию родинки. Но там творческие люди, и мы, в общем-то, честно говоря, разные ребята, когда с нами уже пообщаются, вот и многие наши друзья, и вообще вот и по работе коллеги, нас различают, даже со спины, честно говоря. Ну, а так различали, я думаю, породинки различали. А когда мы были в гриме, там тогда уже, в общем-то, было сложно, мы уж внецепно будем различать. Где ходятся волшебники, где ходятся волшебники, где ходятся волшебники, фантазия твои. Не забываем, да, что у нас нужна мелкая ветчина, мелко сыр, мелко яйца. Это все наши вазоны. И туда немножечко потом уже майонезика, но не переборщите, чтобы у нас получились такие вот ножки. Хотела бы задать вопрос. У вас взгляд, есть типа дружба с кем-нибудь из Киева? Да, конечно, есть, но хочу вообще сказать, что нам, конечно, вообще тогда очень повезло. Мы, во-первых, попали, конечно, в звездный коллектив. Я бы сказал, все взрослые артисты, на тот момент действительно мирового уровня, я считаю, актеры. И у нас замечательный был детский коллектив. Скажу честно, никто из ребят, кроме нас, в жизни с кино больше связано не был. Вот, получилось, что всех раскидало, скажем, по разным странам, по разным континентам. Вот, но, к сожалению, редко. Но мы периодически встречаемся, общаемся. Это бывают и передачи какие-то. Потому что, допустим, подружка Сраешкина, да, вот, которая майя, она живет в Париже. Рыжиков-Чижиков стал музыкантом, значит, он преподает в Германии ударные инструменты, тоже в Германии живет. Гусь, гусь, моряк. Да, гусь, который, да, он моряк. У него, правда, было несколько картин еще, вот, в детстве. Вот, но море его позвало, и, в общем-то, он, в общем, бороздит моря и океан. Каждый день мы ехали на съемку, как, ну, как на праздник, потому что каждый день что-то новое, вот, каждый день новые встречи, новое общение, в общем, это было здорово. В школу можно не ходить, зарплату платили хорошую, зачем, или нет? Да, а сколько платили, вот, ну, интересно. Ну, хорошо, это, представляете, это 79-й год, да, вот, я так вижу, тут все молодые еще, да, вот. Вот, но для 79-го года два 12-13-летних парня, притом, нам за жилье не надо было платить, за электричество не надо было платить, сейчас мы, единственное, питались сами. Мы каждый получали грязными, так сказать, по 120 рублей, но с нас брали подоходный налог и в 13 лет за бездет. 13 лет, брат, мы получали по 107 рублей. А в школу, если-таки в школу или на киностудию, можно было доехать на такси за рубль. Ну, так, чтобы вы понимали, мороженое, щербет, значит, фруктовое, стоило 7 копеек, на автобусе можно было проехать за 5 копеек, ну, и вот мы получали по 107 рублей. А были такие случаи на площадке, вот, все-таки вам 12-13 лет, и вы там влюблялись, у вас какие-то отношения, вы жили, какие-то слезы, все-таки это же, вот, первая любовь в такие годы, было такое? Ну, я не могу сказать, что это была любовь, вот, но, конечно, была симпатия, все-все-все-все действительно были влюблены в подружку Сыроежкина, и мы в том числе. Да, 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 она симпатична. Я хочу сказать еще, что вот Кукушкина, все помнят, как, конечно, Кукушкина, да, вредная, на самом деле, она очень красивая, очень замечательная. Вот она, представьте, как вошла в этот образ с этими косичками и так далее, что вот она вот, там, Кукушкина нарицательная, а на самом деле она очень, очень стройная, красивая, очень элегантная. Сейчас тоже абсолютно Лера никак не связана с кино. Больше того, она даже избегает всяческих, скажем, общений со СМИ и так далее. А, знаешь, я расскажу, почему секрет откроет. Она вообще доктор медицинских наук уже сейчас, и она дерматолог. И представляете, да, она там у кого-то прыщик рассматривает на какой-то месте, скажет, о, кукушки на меня там смотрят куда-нибудь. Поэтому, в общем, у нее тоже дочь взрослая уже. И, кстати, лет через 5-6 после того, как картина вышла, кто-то пустил слух, что у электроника с кукушкиной в итоге, значит, была любовь. И то, что был роман. Да, был роман. И то, что родилась дочь. И мы как раз были на передаче у Малаховой, и они, значит, на всякий случай решили сделать тест ДНК. Ну, не подтвердилось, потому что это были рассказки, конечно, такие злые языки и желтая пресса. Но и такая история тоже была в нашей жизни, что она... И она теперь, вот, Валерия, она, как правило, если какие-то передачи, она отправляет дочку на передачу. Где болятся волшебники, где болятся волшебники, где болятся волшебники, в фантазе твои. Где болятся волшебники, где болятся волшебники, где болятся волшебники, а с тем, кто верит в них. Вообще тоже обычно очень часто задают вопрос, вот якобы вы как-то поделили роли и ходят в рассказки. Мы, честно скажу, из интервью или из газет узнаем о себе какие-то совершенно необычные вещи. Мы сейчас снимаемся достаточно много. Вы знаете, сейчас снимается совсем другое кино. Мы, так сказать, у нас кара, школа. И для нас режиссер-постановщик на площадке до сих пор царь бог. И это мы считаем правильно. И Константин Ильич Крубер, который снимал как раз-таки «Ученый троник». Кстати, если кто не знает, еще одна очень известная картина, которую снял Константин Ильич Крубер, и сразу «Ученый троник» называлась «Чародей». Ну, даже известная нам картина. И он нам сначала так сказал, что вы сами разберитесь, кто кого будет играть. И мы действительно договорились, что Юра будет «Электроником», я будет «Сараишкиным». Но когда мы пришли, начали репетировать, даже еще летом я попробовал, и он говорит, что-то не так, поменяйтесь. Мы поменялись и получилось. Ну, вообще, хочу уже рассказать. У нас с «Братиком» на сегодняшний день порядка 30 фильмов абсолютно разные. Бывают там абсолютно не ошиблые роли. И, как говорится, кино потихонечку к нам возвращается. Вот, сейчас еще в Стамбове. Надеемся, очень интересно пройти, поработать. Сейчас скажу, все будут удивлены. Фильм будет называться «Брат 3». Абсолютно никакого отношения к тем братьям не имеет. Ну, это будет тоже такая ле-черная комедия. Будет много, опять же, смеха. Будет весело и страшно. Я обычно тоже всегда, ну, как правило, один хороший, другой плохой. Ну, положительный герой, а прицепи. Мы же с Одесской киностудии изначально, а там, вы знаете, да, обычно на вопросы отвечают вопросом. Я поэтому тоже засыплю вас сейчас вопросом. Как вы думаете, кто хороший обычно, а кто плохой? Ну, не хороший, плохой, а кто положительный, а кто отрицательный. Ну, что такое? Давайте, давайте голосовать. Значит, я плохой. Кто за? Ну, все равно, не получается, не понимаете. Магический взгляд у меня получается, действительно, там, добрый или еще там, какой-нибудь... В общем, если надо какого-то, извиняюсь, гада сыграть, значит, это ко мне, да. Ну, хочу сказать, кстати, вот, действительно, отрицательные персонажи, они намного, мне кажется, интереснее. И больше какой-то актерской даже возможности есть именно раскрыться, наверное, да. Ну, и потом еще, честно скажу, у нас бывают эти эпизоды. Ну, то есть, большие, конечно, роли пока еще не получилось таких мощных, как там электроник с Раежкиным. Ну, все, я думаю, у нас впереди. Вот сейчас на все программы, на музыкальные, на фильмы, ну, все это понятно, интернет, мы все видим, мы знаем, как раньше проходили кастинги, как вы туда попали, и сложно ли вам было получить этот ролик. Искали сначала в Одессе, в Киеве, тогда в Ленинграде, значит, по базам, в Москве. Вот, ну, подходящих близнецов у нас не нашлось, и начали просто обзвонивать школу и спрашивать, есть ли близнецы. Ну, к нам в школу тоже как-то такой звонок поступил, вот, сказали, что ли близнецы есть, и нас пригласили тогда на собеседование. Вот. Ну, опять же, почему мы попали, хочется сказать, не устал я повторять большое спасибо родителям, потому что, ну, спрашивают, ну, когда катаетесь, какие играют, мы играем, на гитаре играете, играете, на мопеде ездите, ездите, на мопеде ездите, ездим, там, петь можете, ну, и так далее, и так далее. Я думаю, что вот в комплексе вот все это и привело к тому, что выбрали нас. Вот. А сказать, что это было сложно, нет, ну, это было очень интересно, и впервые и вновь, тем более я говорил, что у нас никто никогда не думал, что мы каким-то образом попадем в кино, поэтому, конечно, это его величество случай, вот, это счастливая случайность, скажем так. Многие рассказывают, что у нас папа был начальником, честно говоря, по тем временам, вот, и взяли, потому что папа, типа, командно право, это абсолютно глупость, отец был против на самом деле, и потом отсняли вот этот пробный материал, и когда сказали, стоп, я еще не видел, что это там получилось и так далее, я был пишет, что мы получим эти работы. Вот, сто процентов. Нам, правда, потом позвонили, сказали, что нет, будет один парень играть в обе-роли, но по тем временам это было сложно, дорого и неинтересно. Ну да, конечно, получил одно и по-другому. Поэтому, честно говоря, спасибо родителям и спасибо родителям. Мы предполагаем, Господь Бог управил, нам повезло, без каких-либо, просто повезло оказаться, что время и в том месте нам повезло быть детьми наших родителей, к счастью. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Былатые качели летят, летят, летят.